Друзья, всем привет! С вами Валерий Пономарь. Сегодня у нас очень вкусный выпуск, так как данный рецепт, я думаю, очень многим будет по душе. Готовим мы сегодня шаурму, шавуху, донор, ну как кто называет. Но сегодня я покажу именно тот рецепт, который нравится мне и моей семье. Я думаю, что именно этот рецепт в таком сочетании, как я сделаю, он будет по душе очень многим. Так что, поехали будем готовить. Шаурму я буду готовить из куриных бёдрышек, и готовить я их буду на углях. Эта шаурме придаст ещё больше аромата. Но, конечно, если у вас нет возможности приготовить на углях, на мангале, либо вы живёте в квартире, то можно сделать так же по этому маринаду. Либо на сковороде пожарить, либо в духовке. Но если вы будете делать так же на мангале, это будет просто невероятно и незабываемый вкус. У бёдрышек я удаляю лишний жир. Для маринада возьмём лук. Нарежем его просто перьями. Добавляем сверху к бёдрам. Добавляем немного крупной соли. И пережимаем лук, чтобы он пустил сок. Сыпаем сюда немного сладкой паприки, острых чили хлопьев. Кубки смешаем немного зёрен кориандра и чёрного перца. Перетираем до однородности. Передробленные специи высыпаем сверху. Пару ложек растительного масла. Можно оливковое, можно подсолнечное. Для того, чтобы лучше раскрыть специи и сделать плёночку масляную на мясе. Тогда не будет сок вытекать и мясо будет внутри сочное. Перемешиваем хорошо. И оставим мариноваться, пока сейчас пойду, разожгу дрова, чтобы они прогорели. И примерно это около часа времени вполне достаточно будет промариноваться. Как соль добавляли мы всего лишь, чтобы лук пустил сок, добавляем ещё немного соли. Пока у нас прогорают дрова, приготовим соус. Понадобятся нам три куриные белка. Отделяем от желточка. По чесноку я добавляю один зубок, потому что мне нравится именно такой лайтовый чесночный аромат. Не было, чтобы этой горечи и вони. Добавляем зубочек сюда. Теперь блендером взбиваем чеснок вместе с белками. Количество растительного подсолнечного масла корректируем по густоте соуса. Если вы хотите, чтобы соус был намного гуще, то добавляйте больше масла. Теперь самая главная фишка моего соуса. Я добавляю сюда сыр чеддер. И перемалываю его вместе с соусом. Пустота соуса у нас, вот видите, должно пущиться. Кипа как нежирная сметана или как жирные сливки, вот что-то такое. На вкус он такой сырный и нежно-нежно-чесночный. Ну и, как я повторюсь ещё раз, если вы хотите чесночный, то можете добавить немного больше. Всё, теперь готовим шашлычки, мясо для шаурмы. Шашлычок уже у нас практически готов. Сейчас дожариваем его и пойдём крутить шавуху. Шашлычок у нас готов. Теперь нам нужно его немножко порубить. Мясо, видите, какое сочное получилось. Плюс соус шаурме. Это будет невероятно. Сильно мелко не нужно, так, чтобы мясо не было фаршем. Чувствовалась его текстура в шаурме. Пошло время собирать шаурму. Заранее я нарезал огурчиков свежих, помидорочек свежих. Насёк немножко капусты и её тоже смазал соусом. Посолил, поперчил тоже её. Лавашики. Лавашики хорошие, не пересушенные, ломаться не должны. Всё, теперь накладываем на лаваш мясо. Для меня так мясо должно быть прям... Это в приоритете большинство остальных ингредиентов. Так что накладываем, не скупясь. На мясо соус. Немножко капусточки. Огурчиков пару штучек. И помидорочек. На овощи ещё немножко соуса. Несколько ломтиков сыра чеддер. Когда будем прогревать, он как раз немножко расплавится. Заворачиваем. Первый готов. Кладываем на решётку, чтобы немного подрумянить. И у нас на мангале есть крышка. Накроем. Переворачиваем на другую сторону. У нас эта сторона подрумянилась. Что, друзья, самый интересный момент. Разрежем. Сочность. Всё как полагается. Ну, конечно, итог. Все, чего мы ждали. Снимать пробу. Такой нежный чесночный соус. Сочное мясо. Друзья, это очень вкусно. Всем приятного аппетита. Сочное мясо. Сочное мясо. Сочное мясо. Сочное мясо. Сочное мясо. Продолжение следует...